ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видеокурс Стрит Тай, неуязвимый уличник. Узнай, как оставаться нетронутым в уличной драке, убойную комбинацию, а также как работать лоу-киком на улице. Ссылка в описании под видео. Итак, следующий этап твоей наработки защиты от борца это практически то же, что мы делали в предыдущем пункте, но плюс комбинационная работа. То есть стоишь изначально, добавляешь любую комбинацию из тех 5-6, которые я дал, или свою любимую, и после нее сразу уходишь. Делаешь уход от прохода ноги, то есть прыжком упор лёшь. Сначала хорошо это всё на работе с тенью. То есть, например, ушёл от удара, раз, два, три, пробил, ушёл от прохода ноги. Опять. Подсел, колено, локоть, завалил, ушёл от прохода ноги. На челночке ушёл, фронт, супермен, развернулся, ушёл. И в таком режиме с тенью работаешь. Двигаешься, раз, два, три, ушёл. Сместился сразу в сторону. Ушёл от удара, пробил, супермен, ушёл. И работаешь так. То есть у тебя должна быть такая лёгкая подвижная наработка, но ты при этом наносишь свои комбинации на контратаки, и при этом уходишь от противника, который пытается пройдить их угол. А дальше сейчас покажу, как работать с напарником. Итак, работа с напарником даёт нам возможность имитации вот этого прохода, вживую, так сказать, почувствовать момент, когда противник ныряет. Так ещё бывает очень часто, на улице особенно. То есть, например, он наносит туда то, что мы отрабатываем, я делаю щемочок, делаю сокращение раз, два, три, но у меня, например, нету, да, супермощного удара, и противник не потух. То есть он не упал, он просто наклонился, течёт, да, истекает кровью, и его сразу первая мысль, главная, это что ему делать? Отсюда он ударить не может, колобноклонник, немножко плывёт. Он сразу будет хватать мои ноги, однозначно. И просто сунуть на меня, и валить на землю. Если я окажусь на земле, если он один, может быть, я ещё поборюсь. Если им двое, всё, сразу начинается футбол моей головой. Поэтому вот этот момент надо тоже чётко чувствовать, и чувствовать эту дистанцию. Нанося свою комбинацию, противник наклоняется, как только я почувствовал, что любая из его рук схватает мою ногу, я сразу делаю вот это движение. Я убираю свои ноги, и всем телом на него ворю. Но здесь я не лежу, а сразу прыжком встаю, продолжая руками контролировать его, и пару раз тут воню, разорву дистанцию. И вот эта работа с противником даёт нам возможность имитации. То есть, как ты можешь это нарабатывать? Противник имитирует удары, я имитирую свою комбинацию, он имитирует проход в ноги. То есть, если мы имитируем разные моменты, то есть сейчас, например, я имитирую момент, когда после моей комбинации противник не потух. И работаем. Субтитры сделал DimaTorzok вот такая работа. Как бы я наношу комбинацию, но может быть всяк, он не потух хватает на иду. Следующий этап этой наработки это когда, например, противникам двое. Я работаю степенью, имитирую свою комбинацию и для себя я понимаю, что она прошла и противник упал, все. Но есть второй, который, например, сбоку сразу пытается сделать захват. То есть мне нужно развернуться и также его загрузить, пригрузить, но уже после этого четко его дорабатывать. То есть как это работает? Я стеню, например, стою, вот я имитирую для себя, что здесь есть еще один. Конечно, если у тебя есть два друга, которые могут с тобой заниматься, то это можно делать вживую. То есть от одного ты ушел, раз, два, три, повернулся, вторую руку. Локоть, колено. Опять. Раз, два, три, четыре. Разворачиваюсь, уходим. Пригрузил колено в печень и пару раз по голове. Еще раз. Я стою, как бы третий, да, с одним разговариваю, второй стоит сбоку. Отсюда удар. Сразу раз, два, три. И сразу. Ушел. Бам, бам, бам. Вот в таком режиме работает. Нарабатываю. Сразу разговариваю. Сразу разговариваю. Бам, бам. Сразу разговариваю. Продолжение следует...